Это улица Севил Роуд, где находился офис Битловский. Один, два, а где три, я не знаю, где-то здесь был концерт, это два. Местечки, конечно, очень знатные, очень знатные. Это Трафальгард Сент-Джеймс-Отель, случайно мы на улице, вот такое чудо, круто, круто. Пойдем дальше. А, мы вернулись на Севил Роуд, и в 68-м году вот этот магазин мужской одежды, он был вот этот. С тех пор это угол Виго и Севил Роуд 1. А вот именно Севил Роуд улица 3 дом, вот именно это тот дом, где вот на крыше это все происходило. Это именно вот эти двери, где был Битловский концерт. Гуф, так называется. Мы сейчас пойдем вовнутрь, посмотрим, что здесь. Это дверь, потолки и, в общем-то, вот ребята. Все дела, все это, все это здесь, с фотографом, книжки. И вот там такая винтовая. Два лестницы на крышу. Вот, да. Ну что, пойдемте наверх. Пойдем. Конечно, к сожалению, на крышу мы не сможем попасть. На крышу мы не сможем попасть. Все это. Можно попасть вверх. Да, я не люблю. Или лифт. Или лифт. Или лифт. Но эта компания не имеет доступ к лифту. Я не знаю, кто хочет. И лифт не работает? Нет, это не позволяет, я никогда не был вверх. Вот, к сожалению, вот вид был такой, все клерки, которые с окон наблюдали. Вот отсюда, в общем, вот этот вид. Прилижающие дома. Остатки интерьера былого, камин, все как положено. Я уверена, что без него тут часто грели руки, потому что... Кстати, офис-фол был вот здесь, да, именно на этом этаже. Как говорят знающие люди, да. Потолки, кстати. Потолки высокие. Естественно, они трогали эти рукоятки. Круто. Пойдем еще раз глянем, что там. Это толпа какая-то. И вот, вот товарищи наши тоже был здесь. Пускай всем. Странненький очень магазин. Я хочу обратить внимание на музыку, которая играет. И вот, что мы с вами вам скажем. Вот такой. Вот такой. но ставим тыкаем но очень без жизни конечно очень безжизненно вот но чистенько чистенько а это очень странно вот это пол офис пола и он сегодня открыт они сегодня работают девушки есть на ресепшн там даже пол виде виде волоса вот и свет стал гореть но к сожалению никаких канна контактов они не идут до открыли дверь не послали нас поговорить поговорили но никаких идей никаких нам не дали но это и понятно конечно наверное надо было начинать прямо с того вот самого места но с другой стороны я думаю еще успеем здесь это грузится какая-то аппаратура и вот та заветная дверь райончик вот эти домики которые не изменились конечно конечно пробирает пробирает мне казалось что я спокойно уже к этому отношусь ему но вот все таки все таки это она сидит внутри от этого никуда не денешься очень круто это конечно здорово улочка маленькая но довольно оживленная довольно оживленная конечно вот ну славу гу пока не так много битлованов сейчас 9 утра да ну вот кто-то уже кто-то уже водители конечно рукаются конечно им это чертовски все надоело но вот один откуда-то из америки битломан уже 15 раз вот это самое местечко вот эти стояли как раз именно стартовали вот воля там на исходной подъезде это кстати вид в другую сторону его не так часто афишируют показывают как он выглядит но слава богу мне михаил грубер свое время помимо просьбы приехал сюда ну и сделал несколько фоток другую сторону я имел представление как как это выглядит на самом деле да круто и вот буквально буквально вот студия находится не знаю там десяти метрах она закрыта кто-то утром погрузил вещи вещички вывод свернули и отошли немножко от перехода и идем по месту в сторону сент-джон-вудс вот и здесь конечно а где по нашим предположениям лондонский один из лондонских домиков пола вот но скажу райончик конечно очень офигительный а тут конечно все-таки движение трафик по местным меркам но такие домики и все очень круто конечно люди тут живут ясно какие водка а камендыш авеню кстати вот 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 уже сколько идешь и понимаешь как сколько вещей ты уже видел на по видео по телевидению фуналах сколько раз читал вот и все это как бы уже в моменте каких-то моментах очень узнаваем очень круто то это мы встретили девочку с которой нас познакомил ян из амстердама девушка из билиси учится здесь в университете и естественно мы пришли сегодня познакомиться сейчас где-то здесь будем искать вот такой скромненький домик полон вот его ворота вот не знаю думал ли он или нет но стучать наверно не будем да вот собственно так выглядит дом пол но нету никакого ящика почтового ничего не бросишь можно подсунуть что-то какую-то корреспонденцию но мне дома я думаю что нежелательно это делать а вот ну вот здесь выходят товарищи куда-то идет места конечно чумовые а солнце было на 40 пальмочку меня меня очень удивляет что пальма растут и гола не думала хотя видел день женеве виделись тоже растут пальма вот а здесь тоже вырастают нормально себя чувствует как я понимаю вот мы придется отсюда идти нет это нибудь не слюдно безжизненно нет нет все работает все работает может быть крик не скажи можно по отдать потом потом бы не заходи да да нет сожалению нет нет не они не возьмут все закрылась не самый большой не самый большой магазин это прямо возле находился возле студии и беру туску все равно стоят и а я и 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 Небольшой шепчик Небольшой шепчик Но смотрю Хеллоу Круто Круто Это хозяин Это хозяин И здесь есть хорошие экспозиции Вы можете приехать и пойти Я дам вам адрес Так что сейчас посмотрим Что по ценам Ну, время 10 час 10 часов, наверное, и 11 Ну и все уже И трафик, и бетломаны заполонили Поэтому водители все на нервах Все сигналят И уже им все это чертовски надоело Вот Ну, тут начался, естественно Такой вот Замес А мы идем дальше Домик очень, конечно, поразительно красивый Там все в цветочках Пальмочки такие Ну, я думаю, что пол Не дурак И знает, где жить Вот этот Смотри А? Типично английский дом И не типично Английская машина И не типичная Английская машина А, бой Сходим Может, пол уже проснулся Это официальный Типа магазин Битловский А, это Да Кроме как Кроме надписи На нем Ничего Ничего Нет Какие-то вещи Пленки Шапки Ну, много чего Что Вот какие-то височки Вот Сцена Вот Вот О чем Он нравился мне Такой Лаверс Это вот Тот самый Вокзал Где Битлз бегают Во времена Hardest Nights Но вот К сожалению Бурток Мы никак не можем найти Возможно Уже Тут Нету Они были Где-то здесь В каких-то нишах Вот Но Сам факт Вот место Вот Платформа Сейчас выйдем Посмотрим Они могли быть Как представными На самом деле В свое время Поэтому Надо было Пересмотреть фильм Перед отъездом Вот тут Это все и происходило Тут Самый навес С той стороны Вот Ну вот Самый Такой Бокзал Стэшн Мэригород Это те самые Чумоданы Стюарт Должен быть Стюарт 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 СирбОл Это вот Школа Липа та самая Где учился Джорджи Пол сейчас пойдем кстати вчера и вчера позавчера пол был здесь мы были а мы были номера узи а пол в этот день посещал липу и было не встреча со студентами так что мы немножко к сожалению разминулись а то можно было все это дело попробовать как-то увидеть не по мне попробуйте а можно было увидеть реально чтобы знать да вот так вот она выглядит вот это липает этот институт школа на которая вот не почитали кстати который учились наши друзья а потом ее хотели закрыть и пол взял средства на ней сейчас пойдем посмотрим что здесь написано ради интереса и лир пулс полна ничего такого вот еще небольшая достопримечательность но она закрыта потому что еще рано это бар где джон пол и синтия любили сюда приходить и сидеть после школы в этом баре я как называем можно поискать водителя описание это недалеко от липы и собор опять липа и вот тут тут же прямо этот поворотик рай стрит рай стрит и тут же вот вот этот бар и все становится ясно а тут сегодня кстати марафон двери перекрыто и люди бегут все хорошо пойдем дойдем до липы потом еще дальше со второй собор по всем им все делам в том числе по табличке сила пола маккартни его как-то совсем без без разницы не сильно интересно и пол для него пустой звук но это нормально все движется все развивается это вот внутренний дворик учебного заведения вот это которого хозяин вот этот дядька и он был здесь пару дней назад мы к сожалению в этом году мы с ним разминулись пойдем дальше круто круто это пятый собор европы католический пор своим размер ну что полушка здесь ходил доходил ходил слушал свою ораторию и мы тоже пойдем это запрещенная съемка кафедрального собора со службы где пелась ливерпульская оратория вот улочка фалкнинов стрит и вот двери и вот домик здесь жил джон леннон из синтии синтии после того как они поженились это квартиру снимал брайан эпстейн вот так она тут выглядит вот такая улица мы сейчас идем приближаемся к райончику где жил рингу и когда читаешь авторов то они описывают этот райончик как трущобник день голда можно вот понятно что прошло уже там 70 с лишним лет но но все-таки чтобы для понимания да вот эти маленькие очень маленькие небольшие не домики здесь присутствует у каждого свой вот как конечно это было не так но но сами дома дам дома да были те же самые и деревья тоже цветущие деревья тоже идем дальше вот тот самый адмирал гроу на фото найти где это все было и вот номер 10 вот номер 10 до не давнего времени здесь жила очень хорошая бабушка которая показывала а сейчас вот к сожалению не стало вот как-то так ничего личного а мне всегда очень нравился вот этот домик с обложки первого сотника ринга сентиментал джорни и вот вот там вот находится вот этот закоулочек вот видите адмирал гроу и вот там третий дом буквально это это дом где жил рингу это буквально нигде там 30 секундах вот у него там как раз такое вот это место вот это вот такой вот джорни и горьки вставка это вот тем и он добавил на этой кемп는지 вставка в основном доме в соседнем доме в соседней квартире жил милкмен да washer И Ринго, когда поехал в Америку, отложил у него камеру, 90 миллионов фунтов каждый год привозят сюда битловские фанаты. Я спросила у него, как он считает, больше, чем футбольные фанаты? Конечно, больше, да. Местный мэр только в этом году решил что-то сделать с Мэтью Стрит. Почистить ее и за 50 лет поставить памятник этим ребятам. Что дальше? Эти все фотки были сделаны здесь, в этом месте. Вот улочка. И вот домик. Здесь жил сэр Пол Макаринов. Как-то так. Вот сам домик. Полушкин. Здесь много что было пережито. Домик. Самый удаленный от центра, скажем, от всех остальных. Хаус оф Криэйшен был сделан где-то вот там. На заднем дворе, к сожалению. Нельзя сейчас зайти. Домом владеет National Trust. Им и домом Джона Леннона. Вот они организуют экскурсии и можно поехать. Потому что фаны вот постоянно какие-то непонятные. Вот тут беснуется. Не знаю. Хоть и говорится, что это дальние и непрестижные уголки и места. А на самом деле сейчас мы выйдем. Это как основная дорога. Очень хорошо. Очень красиво. Очень чисто. Вот сегодня такой денек. Наконец-то солнечный. Можно ходить в майках. И все цветет и все растет. И хочется жить. Будем двигаться дальше. Опять возвращаюсь к тому, что очень зелено. Очень красиво. Понятно, эта дорога ведет просто к крематорию, но не очень круто. Там какая-то агава. Пальм пока не вижу, но все пахнет, все цветет. И я думаю, ребятам мысли-то навевали. Летом особенно. Очень неплохие. Интересные. Идем дальше. И правда, как заметила Ольга. Такое ощущение, что мы идем. Не на кладбище. И не к крематорию, а ботанический сад. Птички поют. Цветочки растут. И вот очень все так свежо. Но, к сожалению, то, что мы ищем, вряд ли мы найдем. То, что надо было заранее. А вон пальмочка все-таки есть. Вот он. Вот поехали, ребята. Эй, бедлы! Вы где? Уехали. Уехали. Помахали ручкой. Вот такие нравятся мне эти домики. Эти стены такие старенькие. Вот что-то продается. Можно прицениться. Хороший домик. Вот телефончик, если что. Запишите. И при... При... Домовая территория Мэри. Кросс какой-то. Хом. 1904 года постройки. А вот, наверное, какой-то Чапов. Откорите. Местечки. Очень здорово. Узкие улочки. Домики. Такие темненькие, но ухоженные. Какая-то церковь. Местушка. Это Вултонская церковь. Сент Мэри. Святой Мэри. Вот такая улочка. И вот такая. Это церковь Сезового Петра. И вот. Это. Это зала. И вот. Это. Вот сюда. И вот. Возвращение. И вот. это был священник а в общем то это та самая церковь где джон познакомился с полом давным давно вултане тоже место благоприятное хоть и говорят что они жили каких-то депрессивных а либо чуть ли не в трущобных районах это потому что никто не видел например как я жил на фазмаре свое время поэтому и многие многие из нас вне москвы а райончиках отдаленных вот могила где находится там там и церковь а это вот дворик еще дворик церкви дворик церкви вот здесь здесь стоял грузовик здесь в этом месте по встречу первый раз джона а джон играл с группы корим да 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 забавно конечно что на стене церкви такая табличка но это очень круто имена всех участников корим и мог не снять обожаю этих работников это работники королевской почты а работник королевскую почту подпишись бюрофон сеньки веревать к супер такая странненькая узкая местечко от дома джона леннона сторону ултонской церкви и есть вариант что именно так он ходил сарик срезов километры они по центральной дороге сейчас будем иметь полем понимания так на всякий случай это просто райончик где жил джон лену 500 метров так что так что говоря о герое рабочего класса можно будет есть чем сравнить дорога довольно таки большая сумминка вот домики зато которые здесь находятся в зелени и это вот дом принадлежащий сейчас трассу а это дом джона леннона да вот те фотографии да и там смотрите маленький садик такие красивые домики с одной стороны а с другой вот такая длинная 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 стена вот она и здесь вот углубление и это есть вот те самые ворота может стать чтобы понять насколько они высокие или не не очень это да не очень большие это вход вот в парк или дом армии спасения вот здесь можно заказать копию таких ворот и отправить в любую точку земного шара вот мы на струберфелдс это местечко где недалеко от кори бэнк скул где учили джон и со товарищей местечко просто обалденно просто какое-то райское что в нем депрессивного я не знаю все цветет какими-то не то полями какими-то чудесными цветами запахи стоят все чистенько просто рай а если у тебя еще свой небольшой домик так вообще на самом деле вот это и есть та улица Пенни Лейн и вот барбершоп тот который поется о котором поется песня и вот он там сидит и вот так это все выглядит вот она та самая улица маленькая на самом деле абсолютно небольшая хорошие звуки дидидидидидидидиди камон пойдем искать табличку оригинального изготовления тех тех времен какое-то местечко непонятно фабфорстный о пойдем может мне магнит купим вот та самая та самая подводная лодка табличка и те самые таблички на самом деле все таблички были украдены постоянно и потом их делали на дом свежачок полушки было 75 и вот оставили пойдем по магазинам пошел один замечательный магазинчик а их здесь ну не так чтобы на каждом углу но вполне хватает вот такая картина с куаременом 140 фунтов товарищи куаремены вот это 70 вот такие по двадцатке и все одним из участников по 15 можно купить такие замечательные плакаты как раз вот здесь мы с валютной познакомились когда это все происходило футбол нахлоп по по да дофиг я не помню кто кто ее а вот табличка кто здесь учился но что то в этом было вот дофиг и вот вот та самая пенни лейн выглядит вот теперь уж теперь уже вот так меньше да там было больше народом идет вот такая вот пенни лейн хороша вот такая улочка касту и это вот дом где джон леннон с матерью джулии в доме вот здесь в таком вот домике вот там ступенчики теперь все становится ясно здесь жил молодой маленький джон леннон и джордж жил чуть дальше вверх и вот они шли до пятачка сворачивали по пенни лейн и в сторону вот довидел мы сказали что что-то знакомое там учился джордж там учился брат джорджа вместе с джоном и потом когда он отсюда переехал уже к мими он начал ходить корень а вот так вот джордж ходил в школу по этой дороге до пятачка и по пенни лейн вниз до довидел скоб идем к дому джорджа там мы свернули в эту сторону большой улице и вот такой маленький маленький поворотик и такие вот домики двухэтажные и это вот для знающих арнольд гроу вот такие домички и бива он даркнесс есть такая песня у джорджа а здесь было of pet забавно и дом номер 12 прикинь надпись прикольное чувство юмора у нового хозяина что джордж вот здесь номер 12 по сил стрит вот это клуб blue angel где у них было прослушивание мне нравится этот период мне нравится то самое прослушивание и этот клуб до сих пор вот сохранился круто круто вот часы на той самой на той самую площади И вот те самые ребята. Это Билли Фьюри, на самом деле. Местный чувак, и люди приходят, и он весь в чутах. Это сомненькость. Вы найдете на YouTube, где-то. Да, да. А где ты? Я из Республики Георгиев. О, Георгиев? Да. Это в Украине? Нет. Это в России? Вот, на проте все это. И башу. Вот башу. Местечко, где все время играет Битлз. И пошли, пошли. Майки, 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 майки. Майки. Он довольно большой, так что сейчас будем изучать. О, очень хорошо. Хороша майка. 30 фунтов. 35. Майки. Для понимания. Будем ходить. Сосательные конфеты. Ринка. Знаю, не очень круто, мне кажется. Сейчас посмотрим, может что-то крутится. А, у меня-то вся битломания началась именно с этой песни. Майки, майки, майки. Я не знаю, что-то есть. Я не знаю, что-то есть. Я не знаю, что-то не знаю. Я знаю. Я знаю. На скришке Битлз в Индии. А мы все равно... А мы были... Как раз было 50-летие. И мы не доехали до... Стилл Песел Концептор Вангландеш А это комплейт за 450 рублей Который можно прикупить Много-много всяких штуковин Золотые вещи. Парапорт понеслась 840, 970 И плоскую еще Значечки. Очень много чего Каверны, да Револьверные дела И кафешка. Это уже кафешка Битлорская. А, ворота. Пойдем посмотрим Стройборевские ворота Прикорно Не буду Комментировать Комментируйте 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 ну если у тебя что-то копим 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 А что там письма? А что там письма? А что там письма? А, вот это. Айдем в белку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хорошая подборка фоток Джона Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Театр Эпштейна Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот такой, как телефон И там Можно было записывать Свой собственный голос Это как караоке который В итоге И Я так понимаю На сделал элвис для своей мамы Оттуда укидывалась пластиночка И ты мог её кому-то подарить, она была в единственном экземпляре, вот такая ерунда. Первый этаж клуба. А здесь вот такие сумасшедшие аппараты. Я вижу Лед Зеппин. Иммигрант Сонг, а Лед Зеппин остался. Очень круто, хотя бы я не такой думал. А женщины, которые были забыты в транспорте, в метро, в поезде, Ну, понятно, что никто... Первопресс и Бер-Одер, и всякие джонли-хукеры, которые люди забивают. И масса всяких мелочёвок, типа колумбийские вещи. Очень забавно. Такого не было. Даже мало, практически, намёков, да, в этом, на сувенире Бетловский. А здесь уже больше. Ну, понятно, что здесь... А вот Метчустрит начинается, и Бетловский отель. А? Сюда зайдём? Нет, сюда зайдём. А вот, видишь, Лёха, пошёл в кавер. И вон Джон стоит. Опять Бетловский магазин. Бетловские всякие штучки. Всякие майки, тарелки. Хороший прекрасный. Хороший прекрасный. Это магазин при отеле Hard Business. Вот к вам Метчустрит. На самом деле, Метчустрит очень маленькая улочка. Сейчас мы попробуем пройти. И чтобы понять, насколько она маленькая, насколько она небольшая. Но все эти злачные места, каверна, грейпс, вот начали наши движения. Окей, пошли. Вот грейпс, где Бетлы пили. Пили, потому что в каверне в то время не продавалось. А здесь караокер. Не продавалось пивное, и они шли в пар напротив. Чтобы выпить. И можно было уже попозже укрыться от фанатов. От молодых девчонок-фанатов. Вот та самая Сила Блэк, которая работала в каверне. Вот это вход настоящий в каверну, который был заложен, закрыт, засыпан. Сцена была разобрана. И частички, ну последние частички мы выделили в Гамбурге. А сейчас, а вот здесь вот, это копия. Точно копия той каверной, которая сейчас существует. Барсе Шант Питер. Тоже... Тоже что-то творится. Понятно, что Бетловская. Здесь каверн Папуш. Да. А сюда, да, да, что там вот. А, это кто? Порядка тысячу восемьсот с лишним человек выступили в каверне. Вот за всю, за всю историю. Вот. Это уже гостиница. Спасибо большое. Гостиница и магазин. Вот и всё. И всё Метчер Стрит закончился. А дальше уже упирается в Норд Джон Стрит. Вот. И дальше мир готовится к чемпионату мира. Который пройдёт у нас. Который что? Который пройдёт у нас. А, пройдёт у нас, да. Но игроки, понятно, кто в Ливерпуле. Понятно, что все те же знакомые лица. Всё. Вот. Вот Метчер Стрит. Окей. Метчер Стрит. Сидит одинокая Элеонора. Пожалуй, она из достопримечательностей, связанных с Битлз, в частности, с альбомом Револьвер. Её помыли, она вся шампунь. Пойдём дальше. На Метчер Стрит. На Метчер Стрит. Оно здесь и что-то проморгали его. Молодой Шон. Это Ринга здесь? Вот он. Вот это. Мне поделись торчит. Да. В 92-м году. Вот Рут. Сдели. Клаус, Рут. Все, короче. Все отметим. Все отметим. Я угонил. Вон с полушкой можно столкнуться. Пока никого нет. Стопимся. Метчер. На рассвете. На рассвете. Метчер на рассвете. Относительно тихо. Тоже не относительно, а вообще тихо здесь. Да. Абсолютно тихо. Я бы сказал. Ооо. Вегетарианс. Вегетарианс кафе битлз. Сила. Увидимся. Когда-то все. Так, а здесь лайк музык закрыта еще. Каверна тоже закрыта, да? Или нет? Хотя может. А там можно записывать. Лучше заходить. Да нет? Давай зайдем уж. Как не зайти. Местечка. Да. Типа это. Те самые ребята. На фоне. Те самые ребята. На фоне. Посмотрим в глаза. Я не знаю. Мне кажется это. Это какие-то. Двойнички. Но тоже забавно. В принципе. Один. Очередной. Какой-то. Боревич. С полушкой. Естественно здесь. Везде битвы. Полушка. Полушка. Я. Валрус. Как-то вот так вот. Вот так вот. Пока есть возможность еще не зайти. Пускаемся в подвалы, в подвалы, в подвалы. Валрус. Валрус. Полушкой. – Я не знаю. Валрус. Не знаю. Я не знаю, где-либо убрала. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. ливерпуля не так круто вот очень на самом деле очень радость здорово очень круто да вот это книги bbc архив там все по по фразам что они говорили о чем была речь на приятно что хоть джерри пасмекер стоит есть интересно сколько это стоит все чудо не написано 20 20 хорошо классно тащить только опять ливерпульская набережда приходишь туда сюда сюда опять жара и какой-то вот крейсер ма на на пришла ртовался так называется ну и все то что самое ничего не изменилось у меня все почти что